Умер и умер и умер. Умер и умер и умер. 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 Апостол Петр. Да не только апостол Петр. Насколько были самоуверенные все ученики Иисуса. Интересно отметить, что Петр ставит себя, тем не менее, выше всех остальных. Он говорит, как бы, Господи, я знаю, кого Ты избрал. Вот все они, они не такие, как я. Вот я самый лучший. Вот если они все даже оставят, а они на это способны, то я никогда не оставлю, не предам тебя. Но мы с вами знаем, что Иисусу было виднее, чем Петру. И мы читаем с вами, что Иисус предупреждает своего апостола и говорит, прежде, нежели дважды пропоют Петру, ты уже трижды отречешься от Меня. Здесь, в этом отрывочке, мы читаем интересную фразу, сказанную Иисусом. Он говорит, все вы соблазнитесь обо Мне. Что значит соблазнитесь? Вот это слово, оно буквально означало приманку в ловушке. То есть апостолы, они попали в ловушку из-за своей гордыни, самоуверенности, из-за своего малодушия. И в этой же главе мы с вами читаем о горячей молитве Иисуса Своему Отцу. С 32 по 42 стихи. В Гевсиманском саду Иисус искал для Себя двух благословений перед Своей смертью. Первое благословение, в котором Он очень нуждался и которого искал, это общение с Богом. И второе благословение, это общение со своими друзьями. Я думаю, что любому из нас, когда нам очень тяжело, всегда хочется, чтобы рядом кто-то был. Когда очень тяжело, хочется, чтобы рядом были самые близкие, самые дорогие, самые любимые люди. И Иисус здесь, Он показывает, что Он был такой же, как и мы. Он очень нуждался в том, чтобы кто-то Его поддерживал, чтобы кто-то находился рядом. И Он молится, взяв с собой своих самых близких друзей, Он молится Своему небесному Отцу. И мы с вами запишем три истины об Иисусе из этого отрывка. Что мы можем увидеть, узнать о нашем Господе. Самое первое, что мы отметим, Иисус не хотел умирать. Иисус не хотел умирать. Задумайте знакновение. Тридцать три года человеку, и жизнь, можно сказать, только начинается. Более того, ведь наш Господь, Он понимал, осознавал и знал, что Ему предстоит пройти, через какую смерть. Самое мучительное для Него даже было не то, что пробивали Его руки и ноги. Самым мучительным для Него был разрыв той связи, той гармонии, которая была у Него на протяжении всей Его жизни с Богом Отцом. Ни у кого из людей никогда не было и не будет такой гармонии, такой связи. Потому что все мы с Вами грешники. А грех, как пишет Исаия, Он всегда производит разделение между нами и Богом нашим. Но Иисус, Он никогда, ни разу за всю Свою жизнь не согрешил ни в чем. И у Него было, как ни у кого, и никогда из людей связь со Своим Богом, гармония, единство. Нам не понять с Вами здесь, на земле, чего это стоило Ему. Мы только можем догадываться, глядя на Голгофский крест и слыша, как Он кричит, «Для чего Ты оставил Меня?» Помните? Мы еще будем разбирать эти Его возгласы. Но сразу хочется сказать, отметить здесь, что Господь, как человек, как молодой человек, человек полной жизни, в расцвете сил, мужчина 33 года, Он очень не хотел играть. Знаю, через что ему придется пройти. Кто-нибудь читал, что из себя представляло распятие с медицинской точки зрения? Читали, да? Вот если не читали, я Вам очень рекомендую прочесть. Есть такая синяя книга, автора я не помню сейчас, по-моему, она называется «Как стать верным христианином». И вот там рассказывается о распятии с медицинской точки зрения, то есть о всех тех ужасах, о всех тех страданиях и боли, которые претерпевает человек. Но это только вот так, с точки зрения медиков, более-менее так там описывается. И приходишь в ужас от того, какие нечеловеческие мучения, нестерпимую боль причиняло это распятие, этот вид казни. Римляне называли его «тысячью смертей», эту смерть. «Умереть через распятие» это все равно, что тысячу раз умереть. И вот, глядя на поведение Иисуса, мы с уверенностью можем увидеть, отметить, Христос не хотел умирать. Очень не хотел умирать. Но Он сам добровольно на это пошел. Вторая истина, которую мы запишем с вами. Иисус не считал неуместным просить Бога. Не считал неуместным просить Бога. Посмотрите на 36 стих. Что мы здесь видим? И говорим, «Авра, отче, все возможно тебе. Пронеси чашу эту мимо меня». Чего Он просит у Отца? Чтобы Ему миновать этой участи. Он не хотел пить эту чашу. Он не хотел страдать. Но ничего Я хочу, а чего Ты? Здесь очень важный момент для нас с вами. Запишем. Иисус знал, что с Богом можно говорить даже о смерти. С Богом можно обо всем говорить. Он знал, что в Божьих руках как жизнь, так и смерть. Иисус знал, так и смерть. Иисус знал, Посмотрите, что здесь, вот перед нами две, одна воля человеческая, и воля человеческая не хотела умирать, а вторая воля, а воля Божья. И вы видите, что вот эти воли, они, как правило, всегда в противоречии друг с другом. Воля человеческая, она всегда противится воле Божьей. И Господь это также понимал. Он говорит, впрочем, ничего я хочу, Господи, но чего ты. И третья истина. Иисус все равно покорился Божьей волей. Иисус все равно покорился Божьей волей. Перерыв. Отдыхайте. Ж jelly. Почемуaque. Ага. Ага.